Пацаны, всем привет! Это уже 20 серия нашего пути и, как бы оно странно ни звучало, у нас всё только начинается. Как минимум, потому что я закончил только одну цель. Короче, ребят, я сейчас нахожусь в магазине видеокарт в Лос-Сантосе. Я только что был на слёте видеокарт и, к сожалению, уже пятый пейдей подряд я ни одной штуки поймать не могу. На самом деле это прям странно, потому что действительно пять пейдеев подряд я приезжаю в этот магазин и ни одной штуки вообще даже не слетало. Сейчас я, в общем, приехал к себе домой, сразу же мы перемещаемся в мой подвал. И, ребят, сразу же стоит сказать, что у меня уже в инвентаре 29 охлаждаек и в шкафу у меня снова, как и в прошлой серии, лежит по 2000 ресурсов. Сейчас мы просто это всё перемещаем к нам в инвентарь, я надеюсь, что у меня местечка-то вообще хватит. Да, у меня максимально забит инвентарь, просто все ресурсы и, короче, надо переводить их в охлаждайки, естественно, чтобы потом их продать. Ну и главная цель моя на сегодня, ребят, это добить 100 миллионов налички. Получается, заработать за эту серию мне нужно будет ровно столько же, сколько у меня сейчас имеется, но я думаю, что как раз-таки охлаждайки нам частично в этом должны помочь. 100 крафтов спустя. Так, ребят, в этот раз мне кажется удалось скрафтить меньше 50% моих попыток. 81 штука у меня получилась, было до этого 29. А, нет, мы скрафтили, получается, 52 штуки из 100 попыток. Все вот эти вот смазки и остальные вещички я собираюсь продать где-то ближе к концу этого дня. У меня в шкафу в доме лежит 20 амулетов. Даже, кстати говоря, 22. Сейчас я планирую поехать заапгрейдить свои вот эти вот грабельки. Они у меня сейчас заточены на плюс 8 и я собираюсь хотя бы плюс 10 из них сделать. Напомню, покупал я их за 34 миллиона и я надеюсь, что получится продать миллионов за 38. У меня, получается, с премиум випкой будет шанс 4,5%. Блин, это очень, конечно, малое. Надо было, наверное, что-нибудь другое крафтить. Мне кажется, что с моей удачей 4,5% шанса это вообще ничто. Последняя попытка. Я мог эти амулеты продать, не знаю, на миллион, наверное. Нет. Я только полмиллиона слил вообще на эти улучшения. Плюс еще и амулеты не продал. Следующие минут 10 я провел на центральном рынке. Я решил продать все свои охлаждайки и другие товары, которые у меня накопились. Купили в итоге у меня только один ларец. И оказалось, что прямо в соседней лавке чел скупал охлаждайки по 200 тысяч. Я продал ему всего 30 штук, после чего мне позвонил еще один покупатель. И после того, как какой-то чел украл мой велосипед, я перезашел в игру и поехал к этому покупателю домой. Так, ребят, мне немножко кажется, что я работаю каким-то курьером. Мне постоянно каждые 3 минуты вообще звонят по телефону. И я к своим клиентам по охлаждайкам приезжаю прямо к дому. Вот это, я понимаю, сервис. Этому парню нужно 16 охлаждаек. Я их продаю по 200 тысяч. Так, и он, смотрите, зажал мне 1 доллар. Я так-то к твоему дому приехал прям. А ты доллар зажал. У меня просто не работают 2 и 0. Я понял. 35 охлаждайок у меня остается. Нужно сейчас их куда-нибудь уже слить. И также продать мои грабли, потому что сейчас они мне, в принципе, уже не особо нужны. Короче, да, побегал я по центральному рынку еще, наверное, минут 10. Как обычно, оно бывает по закону подлости, никому мои грабли и охлаждайки не нужны. Короче, я снова выставил все свои товары на продажу, уже немножко подешевле. Но в этот раз, к сожалению, с лавкой мне не повезло, потому что она находится прямо в самом конце центрального рынка. Короче, не знаю, наверное, часа 2 я тут простою. Но пока я в итоге не продам все, я с центрального рынка никуда не уйду. Все, ребят, буквально минут 10 у меня прошло. Продал я успешно все свои 35 охлаждайок. Плюс у меня купили все платиновые рулетки и осталось у меня 7 ларцов. У меня на счету уже 70,5 миллионов. Осталось продать только грабли. И наша цель в 100 миллионов налички будет закрыта. Ну и я подумал открыть вот эти вот ларцы. Я никогда еще не открывал вот эти кастомные. Давайте откроем 2... 2... Вот эти. Дам. Да, ну и, короче, особо ничего. Самое крутое, как ни странно, что мне отсюда выпало, это дрифт монеты. Они пригодятся мне для крафта лопаты на спину, которую я планирую крафтить уже в следующих сериях. Я все продолжаю подавать объявления. В принципе, можно и в вип-чат тоже отписать. Но реально, ребят, как назло, просто никому они как будто сейчас уже стали не нужны. Так, смотрите, ребят. Помните вот этого вот персону Мадонны? Это тот парень, который недавно мне продал эти грабли. И я сейчас ему предлагаю обратно их забрать. Я не знаю, по этой же цене. Денег нету. Так, смотрите, мне звонят и еще кто-то пишет мне в чате го по 35. Данте, го 35. Так, отлично, я ему предложил биткоином. Он согласился и, в принципе, это очень здорово. Все, буквально пару минут меня отделяют от моих 100 миллионов. Мне уже кто-то звонит, но сорян. Едем. Так, у нас получается 869 биткоинов. Это 35 миллионов. Это, конечно, наверное, немного не та сумма, которую я хотел получить за эти грабли. Но я их покупал за 33 миллиона, а в итоге получу 35. На этом моменте у меня очень не вовремя разрядилась камера. Я, в общем, получил биткоины от этого парня по имени Гусь. Дальше я решил быстренько перезайти на сервер, потому что мне почему-то сразу начали передавать деньги. Один парень даже передал мне миллион, но я все-таки его вернул обратно. Моя ферма почти закончила фармиться. Все биткоины я в итоге снял и полетел в банк. По дороге я, кстати, снова заехал за видеокарты. И это оказался уже седьмой Payday, когда она не слетела. Ну что, на счету у меня уже 972 биткоина. Обмениваем их на 39 миллионов и, наконец-то, зачеркиваем вторую цель. Я даже, кстати, за сегодня немножко перестарался. На счету у меня 109 миллионов. И, кажется, я знаю, куда их можно потратить. Конечно же, ребят, эти деньги я собираюсь потратить на улучшение бара. Просто, наконец-то. Я уже даже и не помню, когда мы в последний раз улучшали наш бар. Кстати, за сегодня, посмотрите, финка почти полтора миллиона. Это кто-то у меня очень хорошо сегодня закупился в баре. Так, и я, по-моему, первый раз вообще в своем баре сыграю на 400 тысяч. Потому что пока что максимум 400. Кидаем ставку. И выигрываем. Отлично. Так, снимаем со счета все свои деньги, которые у меня тут лежат. 3 800. У нас получается Орел и Решка. 3 из 9. То есть до полного уровня мне нужно его улучшить 6 раз. Это стоит 60 миллионов и... Давайте, давайте улучшим до конца, я не знаю. Я не думал, что за один раз я вот так вот буду улучшать свой бар, но... Уже шестой левел. Седьмой. И... Последний. Все. Целое улучшение бара. По улучшениям у нас еще остается 49 улучшений игры в дурака. Одно улучшение однорукого бандита за 150 миллионов. Ну и, в принципе, музыкальный центр, за который нужно заплатить 23 миллиона. И аксессуар бумбокс. Теперь у меня в баре можно играть на 1 миллион. И это получается, что, в принципе, все мажоры сервера могут приезжать сюда. Если, конечно, захотят. Если им не будет лень ехать так далеко. Окей, давайте на этот раз кинем Решку. Но я думаю, что сейчас я, в принципе, должен проиграть. Ха. Нет. Выиграл. Блин, просто прекрасно, ребят. Я не знаю. Мы за эту серию заработали 60 миллионов. И все эти 60 миллионов я потратил на прокачку нашего бара. Я думаю, что для нашего пути эта трата стоила того. Поэтому, короче, ребят, что, приходите в бар номер 5 играть. Будем выигрывать бабки. Помните, я сказал, что в следующих сериях я собираюсь крафтить лопату. Так вот, следующие несколько часов я провел как раз таки за тем, что скупал для нее ресурсы. На самом деле, просто я подумал, что охлаждаек стало уже слишком много на сервере. Поэтому я решил переключиться на что-нибудь другое. Для крафта мне нужно много дрифт монет. Я знаю, что они падают частенько с разных ларцов. И в вип-чате мне несколько человек сказали, что готовы отдать эти монетки вообще бесплатно. Потому что просто постоянно они выпадают с разных ящиков, но выбрасывать их как-то жалко. Все-таки каждому, кто предложил мне эти монетки, я заплатил символически по одной тысяче за каждую монету. Чтобы, понятно, не брать их бесплатно и все было по-честному. Помимо этого, у своего соседа я купил почти две тысячи хлопка по полторы тысячи за штуку. Также на шахте я поскупал камень по десять тысяч. И около получаса я проработал на ферме, собирая дерево. Ребят, ну что, время уже достаточно позднее, как вы видите. Я закончил скупку всех необходимых для меня ресурсов для нашего крафта лопаты. И получилось у меня все примерно вот так. Самое дорогое у меня был, естественно, камень. Я посчитал, этих ресурсов мне должно хватить на 33 попытки крафта. И я, конечно, не знаю, ребят, 33 попытки это можно сказать мало, потому что процент успеха там уже не 50% далеко. Если я не ошибаюсь, у меня всего лишь 3% крафта. Сейчас мы это... Да, в принципе, 3%. Не знаю, если, конечно, 100 разделить на 33, это получится как раз-таки 3. Но все мы знаем, что такое крафт, поэтому предугадать тут просто нереально. И на самом деле, я думаю, стоит ли красить эту лопату, потому что лично мне аксессуары цветные вообще не заходят. Короче, ладно, оставлю вот так вот. Делаем первые 10 попыток. И просто поехали. Я очень надеюсь, что закрафтим. Я безумно на это надеюсь. Очень этого хочется. Блин, и оказывается, всего лишь 2% у нас, а не 3. Я почему-то думал, что 3% это еще хуже, блин. Третья попытка. Неудачно. Ладно, я не буду каждую комментировать, но, блин, хочется. Потому что столько времени и денег на это сейчас я потратил. Офигенно. Так, я потратил буквально 10 попыток. И, если я не ошибаюсь, на 6 попытке она у меня скрафтилась. Я, ребят, не буду рисковать. Вот эти вот все ресурсы я все-таки продам. Выйду в огромный просто плюс. Ну, как же мне сейчас повезло, ребят. Я просто до сих пор не могу в это поверить. Пока я работал на ферме и добывал себе дерево, я видел, что в объявлении покупали эту лопату за 25 миллионов. Все мы прекрасно понимаем, что в объявлениях достаточно часто цену о покупке занижают. Поэтому я думаю, что эта лопата будет стоить миллионов 27-28. Это абсолютно точно. Так, смотрите, у нас на ферме скупают хлопок, даже дороже, чем я его покупал. А здесь по 2 300. И вот здесь вот я по-любому продаю 1256 на 2 миллиона 700. Отлично, по 10 тысяч скупают камень. Продаем целиком 710. И, ребят, глядя на мой баланс, можно заметить, что почти денег я на этот крафт и не потратил. Буквально 6 миллионов у меня ушло, но при этом у меня есть еще дрифт монеты, материалы и очень много дерева. Лопату я, конечно, продам, но все-таки испытать ее на практике очень хочется. И тем более у меня есть цель набить 20 кладов. Так что всем, ребят, огромное спасибо за просмотр этой серии. Я думаю, что действительно она получилась у нас самой крутой вообще за весь путь. Но, опять же, это, наверное, только начало. Поэтому обязательно подписывайтесь, если еще не подписаны, чтобы не пропускать новых видео. Всем, ребят, до скорого и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok